Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим цикл бесед, который называется «Во свете Библии» и «Открытым оком». Также у нас называется наш видеоканал. И вот мне поступило такое сегодня. Игнатий Тихонович, слышал Вашу беседу о Чаплине, что он взял порядка 40 кляус в одном видео. «Могли бы Вы запустить на мониторе это видео и сделать видеозапись? Когда нужно, останавливая его запись и комментируя». Как бы ответ Чаплину. «Такое видео сейчас актуально и многим интересна Ваша позиция, так как Вы говорите без лукавства». Ну, я не ждал этого вопроса, именно вот такого. Поэтому готовиться долго не готовился, но я сразу ответил. Мой ответ вот какой был. «Я говорил не о кляузах, а о неточностях, которые есть ложь. Если я озвучу ее, то у меня потребует уже дальнейшего пояснения. Но у меня правило. В дискуссии в споры не вступать. Спорит тот, кто ничего не знает. А знающий возвещает истину. Я высказал, привел факты, подтвердил местами из Святой Библии канонов церкви. Но для Чаплина Всеволода, отца Всеволода, этого будет недостаточно. Я не отвечаю. И тогда уже все будут думать, что победа там, где ее и быть никогда не может. Мне же непосещаемость нужна на нашем форуме. А чтобы знали о существовании его, Матфея 22 глава, вот моя местия. По этому поводу отдельно еще не молился, как должно. Мне нужно подтверждение в совести, что не причиню вред тому же Чаплину. Сказать в более розовом свете, вряд ли это удастся. Потому что речь будет идти не вообще только о данном выступлении Чаплина, а я о том, что он упоминает даже вскользь. И оно не соответствует действительности. И того я хотел бы коснуться. Просмотрел еще раз, прослушал с записью весь монолог Чаплина. Получилось, что мне придется останавливать его 102 раза, а не 40 раз. Ну и кто это будет слушать потом? Люди же привыкли слушать от силы минут 10. И уже у них начинает предрасположенность к инсульту отцовскому. Я знаю, там немножко в живом журнале Андрея Кураева я побыл, посмотрел. Там один говорит людям, вот вы выступаете, вы ни бе, ни ме, ничего не соображаете. Как архимандрит Иоанн Экономсов говорит, народ наш тупой, неразвитый. Приходится это осознать. И люди вообще церковного ничего не знают. Как слепорожденному, которого Господь исцелил, его допрашивают, а потом говорит, народ невежно, ты весь во грехах родился. Но они не договариваются, что такими вы их сделали, разлюбезные батюшки. Вы их не учили, этот народ. И народ, который на ту, на другую становится в сторону, он чисто эмоциями движется. Вот доклад человека, ну, можем сказать, представителя прямо патриархии. Но вообразите, что я его буду останавливать 102 раза. Это вообще невероятно. Но именно это требует обстановка. Я не шут с бубенчиками, как вот они такие выходят, лишь бы перед народом покрасовать это. Я буду приводить места Писания. Он не приводит ни одного. Я буду приводить каноны церковные по книге, которая называется книга правил. Каноны. Вот она. К слову сказать, у меня это не просто книга, ну, пошел и купил. А она мне дарственная. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатию Тихону Челапкину даруется сия книга правил ради его миссионерских всесторонних трудов во славу Божией на укрепление и защиту православной веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий. Первый иерарх русской православной зарубежной церкви Кирио-Паса, 1991 год. Это когда Андрей Кураев стал референтом у патриарха. Я подумал потом. Может, тоже это не случайно. По порядку будем слушать. Я скажу сразу, что мне этот человек неизвестен совершенно. Только вот в интернете узнаю. Андрея Кураева я видел один раз. Если вот это бы был Андрей Кураев, и эти же самые слова говорил об этом господине, отце Всеволоди Чаплины, мне разницы никакой нет. Мне еще ни один человек не встретился, который сказал бы, ты говорил, подыгрывая такому. Этого не было. Просто зачем? У меня ни должности нету, ни состояния. У меня ничего нет, кроме Христа. До десятого колена меня КГБ исследовало, когда меня судили за слово Божие. За то, что интервью баллопрессированных архипелаг ГУЛАГ распространил первый в Советском Союзе. И они ничего не могли найти. Нигде ни разу не нашли, где бы ни сходилось с тем, что я говорю, что делаю. Я к тому говорю, чтобы вызвать хоть маленькое доверие. Я не подыгрываю Андрею Кураеву и не стараюсь унизить как-то отца Всеволода Чаплина. По порядку. Я буду останавливать поменьше, потому что это слишком длинное получится. Вот как начинается этот ролик. Нет ни абсолютного знания, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающее. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе, действительно, многие будут мне говорить примерно так. Дорогие о Христе братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Мне кажется, ничего такого и нет. Дорогие братья и сестры, люди, которые не знают священного писания, они видят священник, священническая одежда, пристальный взгляд. Он мне нравится, что бороду не трогает. Не такая уж у него шикарная борода, но он ее не трогает. И он мне уже приятен. У меня антипатии никакой к нему нет. Но я ему должен сказать, хотя он меня слушать никогда не будет. Братья и сестры, нет такого выражения. Нет. Кто не верит, возьмите вот эту книгу, она называется Библия. И по ней Бог будет судить и каждое наше слово взвешивать. Евангелие от Иоанна 12,48. Я не сужу вас, говорит Бог. Слово, которое я говорю, оно будет судить там, на страшном суде. 68 раз говорится братья в Новом Завете. А братья и сестры ни разу. Что он это не знает? Академию кончал, семинарию. Если бы он был глупый, его патриарх бы не приблизил к себе, то это так понятно. Он выходит с людьми говорить по связи с общественностью. Тут так и написано. Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. То есть на него может выйти академик, профессор, мула. И он всем должен ответить. Этот человек имеет большой уровень, грамоту. Но слушай его, я вижу это рафинированный мирской ум. Я ни в чем не вижу, что он верующий. Тем более, я уж не говорил, о таких высотах, что рождение свыше. А кто не родится свыше, он не только не пойдет в царство, он даже не увидит его, он даже на мытарствах не будет. А в нем не видно никакого рождения, ни водительства, духа Божия. Говорю не о частном человеке. А только обращаю на эти слова. Его одежда, крест, мне все нравится. Братья и сестры, это говорил товарищ Сталин, когда горло подперло, и тогда братья и сестры. Он не может этого говорить. А почему? В братья включаются сестры. Вот родословие какое? Авраам родил Исаака. Да Исаак не может родить. Тогда не было, чтобы мужчина с мужчиной женился-то. А почему? Женщина не берется даже в родословную, хотя она родила. И когда подсчет ведется, говорит, даже Христос накормил пять тысяч, не считай женщины-детей. А почему не считай? Она женщина более прожорливая. На нее надо было, может быть, еще 24 корзины набрать. Но такой был еврейский закон. И мы должны, приняв эту веру от богоизбранного еврейского народа, говорить так, как должно быть. Я сразу его останавливаю. Он заканчивал академию, он не знает для чего, а я знаю. У него карьера. А они кончают для одного, чтобы уметь защитить, оправдать любое беззаконие в церкви и в государстве. Вот для чего им нужна эта грамота. А если у него эту грамоту отнять Библию, он на народ не появится. Потому что ему нужно начинать сегодня подготовительный класс. Ходить не в первый, не в десятый, не в университете. Там ничего божественного нет в его словах. Если в короткой его тут, в этом спище, я его 102 раза буду одергивать. Очень некрасивая и постыдная ситуация сложилась в последние дни рождественского поста. И... Некрасивая и постыдная. То есть еще мы не слышали, ничего не знаем. Он уже дает этому характеристику. А что он понимает под собой красивая и непостыдная? А то делает, как они заправили, заправила эти патриархии. Вот как они говорят, мы должны олицетворять его с Богом. У монахов это есть, слушается наставника как Бога, с большой буквы. И тогда будет нормально. Всех, которые не поддержат, это враги. Независимый сектант и католик, это само собой. Главное, что православный и не склоняется под их выю. И вдруг человек распрягся, вышел за флажки. Ну а что за флажки? Слушайте Высоцкого. Из кожи выдирается волк, охота на волков. Вот сегодня они объявили охоту на волка. Загонщики. Внимательно слушайте. В дни празднования Рождества Христова в связи с реакцией. То есть, им разницы никакой нет. Не о быстине говорят. Горит дом. Тонут люди. А они ущемите. Вот он не мог подождать. Сочельник был. А что он в сочельник делал, это человек говорящий-то? Но если говорил сочельник, и он говорил в Рождество Христово, на кого он нападает, отец Андрей Кураев, значит, он понимал важность дела. Промедление смерти подобно. И он поступил абсолютно правильно. А это, чтобы больше сейчас наговорить, раз он подбирает такую мелочь, в какое время, говорил, какая погода, это означает обвинений никаких нет. И зачем бы он собирал-то это все? Я слишком долго судился с властями. После освобождения у меня был суд, у меня же все отняли. 11 лет. И я выиграл этот процесс. Так у меня сколько судов-то было? И ни одного проигрыша. Я могу рассуждать об этом? И подбирать, что не следует. Он должен, ну, сейчас, допустим, обвиняют, не в это время. И он напишет, обвиняется Андрей Кураев, что не в то время сделал заявление. Ну, что смешно-то? Ну, что вот? В уме своем или нет? Если это серьезный вопрос, корабль церковный лежит на боку, он вот-вот опрокинется, это всем понятно. И власти от него мигом отрекутся. Властям нужно, чтобы кто-то поддерживал этот режим, который называют антинародным. Сегодня церковь лепится еще здесь. Ей разницы нет с кем. Я покажу, сколько он делает ошибок, ляпов, неправды, тяжелой неправды, говорит. Притом, кое-где грубая ложь будет идти. Вопреки Писании будет он говорить. И это люди выслушивают. Я вижу, ну, они как делают? Комментарии не положено делать. Везде комментарии можно, а под этим... Вот, пускай, эти комментарии нельзя сделать. Написано там, не предусмотрено, или еще что-то. Почему это? То есть, это уже идет настройка, сразу, нерасположенность. зеркона Андрея Кураева, на увольнение его из Московской духовной академии, где он некоторое время преподавал в качестве профессора. Понимаете, слово «некоторое время», то есть со среды до четверга. Он разве не знает, сколько он преподавал? Человек, который работает ему для пенсии, везде нужен срок. Если в 91-м году он уже был референтом у патриарха, а референт, это большое, это к телу его, пишет доклады и прочее, значит, в нем был виден в том человеке, кого патриарх Алексий II приблизил, блистательный ум, знание обстановки. Ну, во всяком случае, патриарх не взял бы того, который совершенно негодный. Теперь это они будут все абсолютно показывать в ложном свете. Некоторое время. Ну, давайте, с 91-го года, даже с референта начнем считать, 14-й год. Это сколько получается-то? Да и 20 с лишним лет. Как это некоторое время? А цифру это назвать, и все скажут, а куда бы вы смотрели такого безобразника, какого-то Кураева? Да разгромили этот Курятник, чтобы духа его не было. Эту ливистскую жамахерию. Ничего этого не было. Это все в последние дни вышло. Они бы его не терпели и тогда уже скушали. Увольнения такие имели место и ранее. Он не говорит, что беззаконно сделали в его отсутствии, не говорит, что голосовали часть за него. Ничего этого нет. Никаких выходных пособий не дали. Просто вышвырали на улице, и все. Я говорю, равных жестокости московской патриархии нет организации в государстве. Я с ней общаюсь все время. Мы строим православную деревню. Я обращаюсь 38 раз, к примеру, тут уж больше, к краевую прокуратуру. 38 ответов. Нынче мы обратились о том, чтобы сообщить те области подтопленной Хабаровск, дать знать, что мы таких людей примем, пострадавших-то. И каким-то образом наше письмо попадает Медведеву, Дмитрию Анатольевичу. Он спускает на краевую администрацию. Меня завалили бумагами. Они показывают параграф, по которому отвечают. Хабаровск отвечает. Просто завалили документами. Я обращаюсь в патриархию за 51 год. Ну, я не могу точно теперь сказать. Патриарху Пимену писал, епископу местному, Новосибирскому, где бы только ни было. Ну, не меньше ста заявлений. Ни одного ответа. Я писал в краевую администрацию, ну, допустим, 54 заявления. Там, где им надо мерить, нас обижают. Комиссии собирают, едут туда. Это власть. Здесь нет ничего этого. Я думаю, в другой раз, никакой патриархии нет. Муляж один ушастый. Больше ничего нет. Ни разу ни одного ответа нет. Я пишу тут одного священника, ограбил епископ, с него все содрал. Церковного суда нет. Он будет дальше и говорит, суд церковный. Его не было 70 лет. А по правилам церковных, если священник обращается в мирской суд, с него сам снимают. То есть, это единственная организация была в стране и в мире, где мог любой епископ что угодно, последний отнять, и на него нельзя в уголовном порядке в суд подать, а грабит, побьет его, изнасилует, и нельзя обращаться в мирской суд. Люди-то мира этого не знают. А почему в суд не обращались? Нельзя. Канон. Канон, это вот книга канонов. Для нас конституция страны на втором месте. На первом, вот эта книга. И по ней он не имеет права обращаться. Я уже ходил к прокурору края, генерал-лейтенант Пороскун. Я ему говорил, вы могли бы как-то походотайствовать, спросить бы, ну, просто так, скажите у вас такого, как бы в виде просьбы. И прокурор края не решился на это пойти. Священника ободрал, все снял у него крест, его крест принадлежащий, только за то, что он тайно хотел записать вопрос о крещении. Я напоминаю, когда Христос посылал учеников в мир апостолов, он назвал их овцами и говорит, я посылаю вас как овец среди волков. Но вы знаете друг друга, вот вы овцы, а волки кто? Ну, кто, кто вас не принимает, кто гонит, язычники, иудеи, мусульмане, там, коммунисты, фашисты, разницы нет, кто голову отрезать вам будет. Я посылаю вас как среди волков. То есть, я говорю о будущем. Но в 20 главе Деяния Апостола, там 29 стих, говорит, апостол из Мелита поставил в Ефес, собрал учеников, пришли присвятера, епископы, и он им говорит, из вас, то есть, из этого конклава, из синода, вас станут лютые волки. Не просто волки, а бешеные, нещадящие стадо. И они будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. То есть, все, что говорит, это превратно, то есть, извращенно. И задача дня, одна не отпустить от себя людей, прихожан. Это доход их, это их кормушка, это их овцы, которых они стригут и прочее. Господь об этом говорит. Вы овцу выталкиваете плечом и боком. Самые страшные слова в Священном Писании против священнослужителей. Самые жуткие наказания в Библии против священнослужителей. Первые Христа продали первосвященники. Как тут надо нам заботиться, когда Иоанна Златоуста ссылали, он говорит, никого так не боится, как епископов. И добавляет, больше, больше, больше половины, часть священников погибает. Они хорохорятся-то здесь. Посмотрите, иконы в дальних пещерах, везде, когда дьявол тащит в ад, огонь горит. Первые идут, эти ушастые, патриаршие куколя, вот у них митры, а потом священники, а уж потом это, меньше шатия братья, прислужники там, и подьяконы, а уже народ после их. Они слепцы, ведут слепых, а падают все в ад, в яму. Сум-две курера пришлось уйти из российского православного университета, где ему и было присвоено звание профессора. То есть нужно показать теперь, обязательно. Вот тут здесь тронутся, задерживаю еще, подождите. Маленько тронуть надо. Я тут неаккуратно тронулся, потом вернусь. Вот. Мы его выгоняем, теперь они всю биографию поднимают, все горсовшивое белье. А я вон и там уволился, ну и что? Его там уволили, это ничего не значит. У меня в трудовой места нет, куда ставить. Ни одного. У меня в клейке, там в трудовой книжке 35 лет стажа. А меня выгоняли везде, мне работать не давали, меня преследовали. На иной работе 6 часов только. Я прораб, у меня строительное образование, меня нигде не принимают. Я устраиваю, сдаю экзамен, было в университете, сдаю 14 человек на конкурс, я сдаю на одни пятерки, меня принимают. Через несколько минут узнают, кто я такой, меня вышвыривает оттуда. Ну и какая моя вина в этом? Но я как-то устраивался, 35 лет стажа все-таки набрал, рабочего. Мне нигде нельзя было работать, только во вневедомственной охране и при милиции, которая ежедневная, с утра до вечера наблюдения. Я опасный человек. Меня под социальной лестницей гоняли всю жизнь. И ничего, выжил. А он ему ставит это в вину. А ты на одном месте сидел, говорит, как тормоз пятилетки-то, как пишет Солженицын. Повторяю, я не говорю, мне разницы нет, какие там, кто там, Чарльз Чаплин или кто там. Не думайте. Сейчас дальше. Я задел нечаянно. Портовская духовная академия, где он некоторое время преподавал в качестве профессора. Вот так. То есть сейчас они все тщательно исследуют. У них сыскное бюро «Будь здоров» работает. Он где-то некоторое время работал. А нужно показать, что талантливый человек, он там работал. Приглашаю в другое место. Я вот с Розом, с арматургом беседовал. Встречался с людьми. Беседую здесь про ректора. Он говорит, я из Китая полгода преподавал. Тот в Японии два года. Ему что, разве это вину ставится? Его приглашают. А разве ему сказали, что ты плохо учишь где-то? Я-то никакой. У меня образования никакого нету, духовного. Никакого. Но меня попросили преподавать. Я преподаю. Приходится деньги получать не где-то в университете. У меня вдруг ставка такая. Я говорю, а какую мне ставку? Какую профессора? Какой профессор? Я вообще не имею образования. Ни духовного. Такое только строительное техникум. Так еще накрутки сделали. Чуть не благодаря это Нобелевская премия. Я ужаснулся. Такие деньги дают. За что? А ну, видели, все так определили. Просили бизнесменам преподавать. И они не одни студенты там были. Так что, если без образования и определяют, то Андрей он на своем месте был. Он бы меня узнал тут с корешками слопал. Увольнения такие имели место и ранее. В свое время отцу Андрея Куреву пришлось уйти из Российского православного университета. Скажите, то есть показать, какой он плохой. То есть он сейчас городит, все вокруг берет, создает фон. Какой он плохой. В свое время пришел доверующий может это говорить. Я сейчас кое-что буду показывать. Что об этом говорит Библия? Не мои, это эмоции пока. Я без эмоций дальше буду разговаривать. Посмотрите. Евангелие от Яна 8,7. Кто из вас без греха первый брось на нее камень? Есть канон. Он будет про каноны говорить, а сам нарушает подряд все каноны. Я покажу, что он нарушает канонов не меньше, а больше Андрея Кураева. Псалом 36,12. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежет на него зубами своими. Вот сейчас подыскивает, а то прямо скрежет. Дух Святой это называется скрежетание зубами. Но в конце, когда этих клеветников в ад бросят ангелы, будет слышен плащ и скрежет зубов. Верующий человек может подыскиваться, где он работал. Ты конкретно скажи, в чем он виноват. Зачем тебе это собирать-то все? Плащ Иеремия, 2,16. Развинули на тебя пасть свою все враги твои. Свищут и скрежащут зубами, говорят, поглотили мы его только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Похоже? Если кто не знает откуда, еще раз говорю, смотрите внимательно, где я выделяю. Вот. Плащ Иеремия, 2,16. Дождались этого дня. Значит, когда он был там 20 с лишним лет, вы молчали. Как говорится, тараканы по углам забились, потому что у Андрея блещущий ум. У него юмора море. Я нигде не видел, чтобы он подыскался под кого-то. Скажу, что Андрей Кураев, это не мне не так и близкий. В моих книгах у меня 30 томов открытым оком. Я его поминаю 120 раз. Он говорит, Игнатий меня проносит по всем кочкам. Однако он на меня не ожесточился. И действительно, я 120 раз поминаю его неположительно. Может быть, несколько раз только так. Где он говорил неправильно, мне разницы нет, Андрея или тут Чаплин. Никакой. Я сравниваю с Библией и показываю. И вдруг он обо мне отзывается и в эхо, недавно и прочее. То есть я вижу, что сравнивать не приходится. Данный человек обо мне, вот я что говорю, он после этого не может обо мне хорошо сказать. Я уже знаю его. Как он выступает там про Невзорова, Александра Глебовича, у которого учиться, учиться надо нам. Многое брать. Положительное. Дальше. Так, где ему и было присвоено звание профессора, потом ему точно так же пришлось уйти из православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и в этих случаях, точно так же, как и в случае с Московской Духовной Академией, и студентов, и преподавателей волновали его выступления и действия. То есть, тут видно, что слеплено, прерывается, и он тут что-то сказал, видимо, еще подрихтовали, убрали. Студенты. А где они были раньше, студенты-то? Ведь решение идет не о двух днях, но явно видно, что это за уши притягивает. Вы тогда видели, почему они остановили беззаконие этого дьякона? Значит, заменить его неким было. И Вы молчали. В сравнении с ним Вы бледные. Вы не могли сказать. А теперь, говорит, как на пенсию, пошел ли я посел, говорит, и я его лягнул. Я даже не хочу такие места-то выступления, которые в решении ученого Совета Московской Духовной Академии были названы эпатажными. Я много раз слышал. Вот это слово они притумали эпатажный. У него не евангельский язык у этого человека, совершенно. Я покажу, где он говорит слова просто хульные против Евангелия. Он даже этого не знает. Евангелие требует точного цитирования. Написано не добавьте, не убавьте. Это второзаконие 4.6. Откровение 22 глава. Не добавляй. Он не понимает, что, говоря, здесь он лжет. Лжет в самом настоящем смысле. Лжет на Евангелие. А почему? Притча 30 глав 6 стих. Не прибавляй к словам его, дабы он, Бог с большой буквы, не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Точка. Откровение 21.27. Учится лжецов в озере Огненном. Эти два стиха они состыковываются вместе. Не прибавляй. Он прибавляет сплошь и рядом. Я покажу дальше это все. Студенты, преподаватели, это все говорят, когда рассорится бабенка с мужем. Я не одна, это и соседи говорят. Да это не одна. И теща говорит. Зачем тебе собирать это? Ты представь, где он говорил Андрея неправильно студентам, где он учил против Христа, против Церкви, против Святой Библии. Ничего этого нет. Это голые слова. Иначе бы он привел хотя бы в одно место. Я привожу места Писания, показываю, сейчас я буду приводить каноны, что он является нарушителем канона. Он даже не православный. Он давно изверженный стана по канонам. Вот все этот человек. Притом, я отвечаю за свои слова, потому что каноны говорят это. Он нарушитель. Ну, допустим, священник пьяный задавил двух людей. Он убежал. Так он когда будет, когда его поймают или когда он задушил, задавил их. Он сейчас в рясе. Но я когда додвинусь до сведения, примите меры, чтобы его убрать из священников. Он не законный священник по канонам. Но я этого не добиваюсь. Я просто так обстановку показываю. Ему надо тише, говорится, воды ниже травы быть. А он поднялся выше Эльбруса головой своей. Он судит, он судья, он прокурор, генеральный прокурор КГБ. Жалобы и преподавателей инструктентов всех учебных заведений, в которых преподавал отец Андрей, на то, что некоторые высказывания прямо противоположны тому соборному самоощущению, которое есть у нашей церкви. Это ложь. Самоощущения нет этого слова. Вообще его не существует. А почему? Я сейчас буду показывать. Смотрите. Вот. Считаем Псалом 49-й. 50-й Псалом читают часто. Помилуй меня, Боже, повелицей, милости, все время. А 49-й не читает. А он хороший Псалом. Он также Духом Святым написанный. Гречник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставления мои, слова мои, бросаешь за себя. Когда одишь вора, сходишься с ним на патриархию, там, устремники, все там у них жертвенники. Посмотрите, чьи имена написаны на храме Христа Спасителя. Все ворье собралось там, ограбивший народ. По полной программе. Миллиарды все перегнали в Израиль, где Березовский, там, в Англии был. Конца нету, и ничего не могут сделать. Подбольные поля покупают, а люди вешаются от голода. Комбикормом питались, это у нас на Алтае здесь. Только что писали. Больше миллиона каждый год уничтожаются. Вора, и кого? Братков хоронят в Печерской лавре. Так он намного помог. Видишь вора, с ним сходишься, с прелюбодеями сообщаешься, прелюбодеи, это изменяет жене. Любодей общее название. Блудники, это когда не женатые. Мужеложник, который мужчина женится на мужчине. Скотоложники, зоофилы. Это все церковь обращает в одно слово. И они их знают. Знает это голубое все. И однако они их не убирают. А докажи. А как его доказать? Ну как доказать? Это грех такой, который, ну деньги можно, там, как его обыскивать? Через день уже поздно. Он должен был штаны не надевать и бежать где-то на анализ, чтобы в Москве ему сделали. А потом это, а к этому не зайдешь, он архиерей. Значит, его нужно сначала теперь колоть в промежность, чтобы взять и доказать, что семя-то его там рассыпано. Безумие полное. Доказать-то как? Никак это нельзя доказать. Это только уже два-три подряд, которые были там, как у Сталлона, Сильвестра там, шесть на одну ночь. Ну тогда еще можно. Да как-то тайно аппарат поставить, сфотографировать, да чтобы попал, говорится, со всеми своими гениталиями туда. Они этим играют. А не пойман не вор. 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 Воры это, воры разграбили Россию. Уста твои открываешь на злословие. Язык твой сплетает коварство. Вот что сейчас мы слышим, это подходит все. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына, матери твоей клевещешь. Матерь они знают. Мать это церковь православная. Андрей Кураев все еще протодиакон. Они сейчас, видимо, решают, когда с него сам содрать. Потом объявить ему анафему. Мы уже знаем, это как с Денисенко было митрополитом, который стал потом патриархом. Кто не с ними, для них это враг. Ни в семь веке, ни в будущем не прощают. Сидишь, клевещешь. Ты это делал. А это кто, говорит, Бог? Я молчал. То есть не убил тебя здесь. И ты подумал, что я такой же, как ты. Они-то думают, с ними Бог, Христос. Он сейчас об этом говорит. Мать, изоблещу тебя, представлю перед глаза твои грехи твои. Мать, одна церковь, на сына матери твоей клевещешь. Это говорит-то не Андрей. Это говорит на Андрея человек. А если бы это Андрей говорил эти слова, бы я обратил к Андрею. А вакуум, 2.10. Без слави измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, если ты грешил против души твоей. Какой народ? А когда обманываете, не по Евангелию ведете людей. Он здесь передергивает факты года, на тысячелетия перекидывает. Люди темно не знают. Я хочу просто дать понять, не спорить ничего. Если он у меня выйдет, я могу один раз ответить. Но я его приглашаю ко мне в гости. Если он приедет. Кто может, передайте. Смотрите, Псалом 9.26. Мне это необходимо, создать контур. Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем, не поколеблюсь, вроды рот не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучений и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривает за бедным. Подстерегает в потаенном месте, то есть где работал, где учился. Это вот как раз все в этом и есть. Как лев в лаговище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного и увлекает все эти свои. Сгибается, прилегает, то есть разные фальшивые обороты, речи делает, и бедное падает в сильные когти его. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидеть никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою и не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говорят в сердце своем, ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать рукою твоею. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник, сокруши мышцу нечестивому и злому, чтобы так искать и не найти его нечестия. Псалом 63. Я поясняю это, что они с первого места уходят. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, это как бы Андрей молится. Сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые застрили язык свой, как меч, напрягая лук свой, извительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся, почему за них власть, а не при власти. Но ГУЛАГ ждет за это. Они не знают еще, что ждет впереди их за это. Они утвердили злом намерения, совещали скрыть сеть, говорили, кто их увидит? Сеть, то есть, подсматривает, где был, что сказал, эпатажное. Что за слова такие? Сходится с Евангелием и не сходится. Больше не надо. Э эпатажное. Слово Божие запрещает из жития святых подменять слова. Библия достаточно слов имеет, которые можно выразиться. Есть каноны, книга, не берут. 12 томов жития святых, берите. 300 томов, фолиантов, труды святых отцов. Берите, ничего не берет. Только свое. Мы, я, эпатажное, а не я один, там другие говорили. Но поразит их Бог стрелой и внезапно будут они уязвлены. Языком своих они поразят самих себя. Что говорит это против самого себя? Все видящие их удалятся от них. Да патриархия это разваливается. Уж никого нет, пустые храмы, одни бабки стоят. И убоятся все человеки, возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело, это Бог сделал, так разрушил. А праведник вознеселится о Господе и будет уповать на него и похвалятся все правые с сердцем. Меня, когда судили, выходили священники, самые подлые показания давали. Игнатий Лапкин ждет Мессию с запада. А я встал и говорю, отец Михаил Скачков, я жду его на облаках грядущих с силой и славой великою-то. Он согнулся, стоит, но я не так говорил, святотель говорит, ты же расписался здесь. Я говорю, я вас прощаю. Он сразу скисал и говорит, меня простите, меня уже осудили. Я через барьер перегнулся и к ним, отец Михаил, благословите меня, он благословил. Как бросили солдаты, а кого разнимать-то? А потом говорили, как они хитро сделали. Вначале вроде бы строго, а потом благословитель, священник откачнулся и благословил, да не вменяться ему. И чтобы этот говорящий человек, он много неправды здесь будет, тяжелой неправды говорить, в которой ему никогда не оправдаться. Заранее, прости его, Господи. Дальше мне приходится переключать, так что подождать немножко придется. Это касалось очень многих его выступлений. Это касалось и оценки кочунства в храме Христа Спасителя. Так, мы по порядку будем говорить и сразу буду показывать. Вот. Четвертое, это я беру как третий ездр, 16,7. Это не каноническая книга, но для православных она в Библии. Кто будет единомыслен с ними, патриархийными, тех подвергнуты они по смеянию, по ношению и по пранию. Вот такое дело. С ними заодно идти нельзя. Он бы сказал так, патриархия Московская была образована в сентябре 1943 года Иосифом Виссарионовичем Сталином и Лаврентием Павловичем Берием. Почему он это не говорит? Их называли как пятый отдел КГБ. Все 100% архиереев были ставники мирской власти. Антиканоничные я покажу эти каноны, которые убирают их. Но он этого не знает. И он говорит Тверсобор, что они делали, писали, я на этом остановлюсь еще. Андрей не так с ними не то сказал. разговоров о том, что якобы христиане не имеют права призывать государство к тому, чтобы оно ограничивало зло и поддерживало добро, силу власти, силу закона. Это касается... Так. К этому сейчас мы подойдем. Внимательно смотрите. Он поднимает слово собор. Слово собор в Библии встречается только один раз. Он все время будет обращаться к слову собор. Я попутно объясняю. Восьмой раз, когда остановлю его, это у меня цифры сколько раз остановлю? 12.23. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах и к судьи всех Богу. То есть собор только небесный имеется в виду. Они все перепутали. Ну а как же веруем во святую собор? Ну я поясню потом. Поясню. В земной жизни собор вот тогда, когда к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу, вот если у нас это есть, тогда это будет собор, где праведники, судья всех, Бог присутствует, души усопших, которые достигли совершенства. А слово совет встречается в Библии сто восемьдесят раз. Вот советская власть, сельсоветы, и все они взяли. Они взяли правильно, только советы не держали. Вот. А теперь он говорит слово само, самоисследование, там и другое. Слово само в Библии встречается во всей, с неканоническими книгами, семьдесят семь, только один раз. Титул, три одиннадцать. Знаю, что таковый развратился и грешит, будучи самоосужден. К нему это слово не относится. Он языком сейчас грешит столько, тем более выставил, его проверили, и кто-кто проверял, у кого он сам благословлялся, у патриарха, не ниже. Они все уже самоосуждены, потому что говорят ложь. Иеремия. Они ссылаются на свое сердце, само. А вот сейчас мы и посмотрим, куда это подведет. Самоощущение. Ощущаю я сердцем своим сам. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Вот и самоощущение. От греховного сердца ощущения какие могут быть? Второе Коринфянам. Десять двенадцать. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. У него самоощущения выходит никакого нет. Ты свое ощущение стверяй с Богом, чтобы были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он ни одного слова не говорит по Евангелию. Дальше. Он говорит церковь. Наша церковь. Слово наша церковь в Библии отсутствует. Вообще такого нет. выражения. Так неужели нет? Ну мы так привыкли, елец нету этого. Церковь Христова есть. А ваша, он имеет в виду, которая патриархия образована Сталином, Берием. И что они сейчас отбирают власть, старосту меняют. Церковь все захватил и пископ. Полновластные князят. Князей таких нет, как они. Это у них наша церковь. Вы понимаете, слово наша, это их, это их церковь. Это не Христова, может, давным-давно церковь. Мы сейчас подойдем к самому краю в рассуждениях-то. Серахов, 8-12. Не выдумывай, лжи на брата твоего и не делай того же против друга. Не выдумывай. Он сидит и выдумывает. Подряд. Где работал, где студенты, что-то сказали, когда. Да если было, то как же ты можешь молиться-то после этого? И студенты-то. Да вы сразу, он говорит не то. Сразу его вычислили, и вычислили бы. Но не было этого, не могло быть, чтобы 21 год терпели беззаконника там. Теперь. Вот эти плесуньи были, а вот Андрей Кураев за то, чтобы их не садили, и мы должны к мирским властям обращаться. Послушайте, что говорит нам Священное Писание? Я был перед Храмом Христа Спасителя, молился, поднимали руки. Их трогать нельзя было пальцем. Я это говорил в печати везде. Нельзя их трогать. А почему нельзя? Не оскверниться, чтобы от них. Это сквернавки. А что делать тогда было? Ничего, к властям не обращаться. Потому что ничего тут не было. Не было богослужения, ничего. Они помещение, только это помещение осквернили. Оно оскверненное помещение. Они ничего больше не сделали. Они осквернили, они могли быть нечисты, смесячными, ну что угодно. Кричали, поднимали ноги. Вот, а Храм Христа Спасителя, оно уже было закрыть на три месяца. Меня спрашивают, а почему на три? Это место тормозите, спешите и посмотрите. У меня времени нет. Исход 2.2. Это Моисея хранили три месяца. На три месяца. Второе царство 24.13. Выбери, три месяца бегать. Первое параллельпимном 13.14. Амоса 4.7. Деяние 19.8. А почему храм закрывать? А вот смотрите, Деяние 21.29. Видели трофима, евреи увидели оскверненный храм язычника и храм закрыли. Храм Христа Спасителя надо было купить огромный завод, закрыть и три месяца не заходить. Патриарх, митрополиты, чтобы три месяца перед храмом Христа Спасителя молились. Молились за себя. Это выпадали соблазн. Есть видение во храм Богородицы. А теперь видение вот этих блудниц. Дожились. Так вали кресты, спасай Россию. Так это только начало. Начало только. И тормозит этому распаду как раз дьякон Андрей Кураев. Он не побоялся с ними встретиться. Они вышли, они, говорит, не изменились. изменились. Они уже в храм не идут. Они около него только приплясывают. Дальше. Можно ли обращаться к властям, когда хулиганят? Повторяю, это только для православных. Для неправославных нашей каноны нет. Карфагенский собор 59 правило и Карфагенский собор чтобы они им врезали по 40 раз без одного и отправить домой. И сразу выйти из храма и запереть. Ну, драл-то бы один. Ну, посадили бы, отсидел. Чего боитесь-то? Баб посадили, а мужики боятся. Казаки-то эти, они дерут. У него нагайка крепко дерет. И каждый бы вложили как следует. Я говорю просто теоретически, я не призываю к этому. У меня и власти такой нет. Но у казаков это по закону положено. А казаки православные считаются. Чего промолчали-то? А то вначале уже грозится, да их убить могут. Могут. Как с капсов залетел, там и давай евреев резать. А теперь париться. Тоже на чем-то материале вскисла эта опара. Вот мы евреям показали, какие мы хорошие. Мы хуже всех выглядим перед миром. Дальше. Седьмой Вселенский собор. Внимательно слушаем. Третье правило. Это я дословно беру в кавычки. Всякое избрание его епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу апостольскому тридцатому. То есть ни одного епископа нету законного во времена советской власти. Сейчас которые ставят к мирским властям не обращаются. А тогда нельзя было поставить. Через ЦК и было Министерство по религиозным культам при Совете Министров СССР. Уполномоченный. Вот правило. Седьмое Вселенский собор. Третье правило делает недействительными всех до одного епископа советского периода. А они других рукополагают сам недействительный. Дальше. А вот теперь касается вот этого говоруна. Шестой Вселенский собор. Четырнадцатая правила. Святых и богоносных отец наших дособлюдается и всем. Дабы во пресвитера прежде три десяти лет тридцати лет не рукополагате. Если бы человек весьма достоин был но отлагате до уреченных лет то есть за тридцати лет. Пресвитер это священник. Все до одного они повинны в этом. Мало того в епископы говорят с тридцати пяти такого правила нет. Но Кирилл то рукоположен до тридцати лет в епископа. То есть он дважды не достоин быть епископом. Это не того что он нехороший а потому что возраста у него нет. В Америке если раньше тридцати пяти лет нельзя ставить его в президенты смотрите Рамзана Кадырова говорили давайте мы статус принизим что раньше тридцати лет он зачем мне это нужно. Дождемся когда будет правило выполнено. Дождался за это время кончил Рамзан Кадыров примером здесь может быть. Владимиру Путину предлагали давайте там раньше сделаем он на свое место кого он уже там выбрали пробыл срок теперь заново он то есть по закону не нарушил закон не то что я за Путина я просто говорю а потом уже закон когда его избрали провели там или раньше там на сколько лет теперь да раньше еще по шесть лет раньше тридцати нет даже если человек был весьма достоин но отлагай до уреченных лет обычно правила не поясняются почему такие правила ну не поясняются да и все а тут говорится ибо Господь Иисус Христос в тридесятое лета крестился начал учить то есть их сегодня из священников примерно 98% незаконно рукоположено в 17-20-21 год их ставят уже ему 9 лет надо еще быть тем более не монахов а он любопытничает а что она была и стоит и учится у нее как правильно блудить исповедники Павловный Диакон прежде 25 лет и Диакониса прежде 40 лет да не поставляется где? Некий Сарийский собор 11 правило Карфагенский 22-15 и по Диакону да поставляется не прежде 20 лет возраста ну и пусть они теперь покажут ставленные грамоты пусть Щаплин покажет он начинает апеллировать к собору вот соборное правило если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен это правило никто не отменял оно написано здесь и священник каждый должен получать при рукоположении они незаконные священники незаконный царь вспомните Иван Васильевич фильм в какой бы то ни был степень извержен они не извержены но не извержены но перед Богом они извержены дальше апостольское правило это еще до соборов 50-е если кто епископ или присвитер совершит не три погружения единого тайного действия погружения но одно погружение даваемое в смерть Господню да будет извержен и не говорил Господь смерть мою крестите но идя научите все народы крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа дальше а дальше а дальше так если он это делает да будет извержен все это не по глазам не по совести нашей как крестят сегодня да сегодня чуть не в 100 храмах из 105 крестят так а где это известно я вам показывал уже недавно ролик писал я зачитывал церковные ведомости патриарх Алексей говорит я говорю крестите где надо 98% священников меня не слышат зачем он будет слушать то они антиканоничные избраны антиканоничные крестят Русь не крещеная совсем три погружения слово крестить означает поугружать другого нет перевода а ему ладошкой по голове говорится мозги по стенке поэтому народ такой есть архимандрит Тихон Шевкунов интересный говорит он признает да было жалобы я докладывал их убирали так были и не были мужеложники были Тихон Шевкунов говорит мы друзья с Андреем Кураевым лучше всех Тихон Шевкунов сказал да было но он говорит два-три случая да не два и три а две-три сотни может быть было только до дела довели одного посадили а другой так уж Василий Великий правило седьмое мужеложники и скотоложники и убийцы и отравители и прелюбодеи и долопоклонники того же осуждения одинаковые поэтому правило какое имеешь опросчик соблюдая от сих а принятие кающихся 30 лет в нечистоте которые соделали в неведении и сомневаться нам не надлежало вот так и обаше 6-й Вселенский собор 87-е правило Анкирский 16-е 17-е 20-е 22-е 24-е Василий Великого 58-е 62-е 63-е 65-е Григория Низского 4-е правило это что это для кого написано он что Чаплин не знает про эти правила которые все нарушаются я покажу Иоанн Златоуз говорит больше я ударение делаю больше вот оно чтобы видно было на что упор сделать большая часть священников погибает вот они сидят архиерейский сенот ну 300 епископов 150 с лишним в аду будут так это Иоанн Златоуз сказал ничего это святой дальше внимательно слушайте в кавычки мне у Бога бы Серафиму Господь открыл что на земле русской будут великие бедствия православная вера будет попрана архиереи церкви божьи и другие духовные лица отступят от чистоты православия вот от чего революция была Серафима косточками гремите а сами прячете а теперь и зато Господь тяжко их накажет я у Бога Серафим три дня и три ночи молил Господа чтобы он лучше меня лишил царствия небесного а их бы помиловал но Господь ответил не помилую их ибо ибо они учат учением человеческим языком чтут меня сердце и далеко отстает от меня второй том книги священнослужителя настольной книги 601 страница изданной при патриархе Пимени первая строчка сверху я молил три дня три ночи и дальше кавычки начинаются мне Бог открыл и Бог ему говорит как сказал ответил ему кавычки открываются не помилуй их как будто бы ни одного архиерея не будет помилована вот эта революция и пошли они в это Бутово забутили но опять за то же они не знают Бога просто неверующие каноны попрали попрали они вот эти учителя непренубрежительного отношения ко многим святыням граничащего периодически с кощунством это вот Андрей граничит с кощунством ой-ой-ой у него бревен то в глазах сколько на лесоповале Андрей это то не делает что вы делаете вы все больницы забили больными я покажу это Андрей это он не священник граничащего с кощунством вот вроде тоталитарное вроде не тоталитарное а монастыри то тоталитарное все что значит граничащие а какой уголовный статьи такой нет граничащие или кощунник или не кощунник он опять лжет он туманно опускает он общественное мнение сейчас проворачивает натравливает такого нет выражения граничащие вызвайте его на собор пусть даст отчет он получит по полной программе это касалось разговоров о том что наша традиция в богачестве якобы устарели понимаете он говорит якобы устарел да не верен это прав что вы их не выполняете поцелуйте и поставьте вы же не выполняете если кто не знает я скажу но они не знают он не знает ничего этого вот я сейчас в упор спрошу скажите вот эта книга правил сколько правил здесь ну евреи скажут 613 у еврея это у него написано а у него не написано это я знаю я исследовал 3 года эту книгу симфонии составлял 719 719 передайте ему чтобы он знал а нарушается ежедневно целенаправленно в церкви православной патриарши московской патриархии 413 правил ежедневно в каждом храме я исследовал мой материал который я подал с руками вырывает давайте 4 это 57 процентов но если 57 процентов правил на дороге будет машина с места не стронется если нарушено столько было и он говорит а Андрей сказал он сказал правильно у Ленина табличка висела курить запрещается а матросы курят он говорит ну уберите она дезорганизует он Андрею сказал уберите правила то все равно по ним не живете зачем посты нужны когда 90 с лишним процентов нарушают их а то первую неделю последнюю в посте это лицемерие их убрать надо посты и нарушений не будет никому не нужны а иногда они просто подвергались осмелению и уничижению и один вот знаете где кто а кто слушает а где он какое уничижение серьезное обвинение ни одного нету подтвержденного вот что против него говорят псалмы я прочитал он бы сделал 2-3 выступления а что Андрея отказывается являться ничего подобного а в песенном виде они могут ему представить не могут у них ничего нету на отца Андрея я не знаю серьезно все это делается или нет сегодня объявлена травля а он выполняет ему разницы нет завтра будет другой ему разницы никакой нету отец Андрей в ответ на эту критику в ответ на поступавшие и озвучивавшиеся жалобы говорил что в церкви должны быть разномыслия что мы Андрей говорил да это не Андрей апостол Павел говорит надлежит быть разномыслием я все показываю здесь это не Андрею а апостол Павлу но людям то не говорит а люди то и Библию не знают это Баптистам он говорит Баптисты его сразу одернут скажут по свой дорогой так это Павел сказал надлежит быть дабы были выявлены искусные Андрей почему искусные он допускал ну разное мнение он выслушивал говорил у него кругозор у него близко того нету они мальчишки сегодня против него то они его давят только из-за зависти другой причины никакой нет эпатажная он смелый он говорил но у него не было свободы он мне завидовал и говорит я Игнатию завидую два раза сказал потом еще сказал в эхом когда был его спрашивает он говорит не так как надо я бы по-другому сказал но он говорит интересно интересно он меня сравнил там с Бояриной Морозовой что я верю в это вот недавно он выступал его спрашивает что есть такие герои подвижники сегодня он говорит есть я знаю на Алтае Игнатий Лапкин а кто это такой почему он не назвал Чаплина не патриарха потому что у меня ничего нет но у меня искренность есть и он это знает знает у него книги были он приезжал сюда все книги мои брал другого Андрея просто нет такого он отравить студентов проще всего очень просто двойку поставил в коридоре уже вылавливают преподаватели режут может быть соборные позиции официальные позиции церкви по общению видите соборное он играет словом соборное слово соборное упоминается только в симоле веры воединую святую соборную апостольскую давайте посмотрим единая церковь ее нету православных только после объединения сейчас больше 13 юрисдикций но они себе монополию берут никого Бог не слышит кроме их ни катакомбная церковь не признают ни агафангела пасечника этого Тихона вот здесь омского ни агафангела пашковского они мы такая эстонская церковь финляндская православных сколько атакифальных то которые по другому календарю уже по новому идут служат на родном как сербы языке он все это скрывает не говорит пусть сначала они будут единые тогда будут соборные святая а ничего этого нету и апостольская а к апостольскому их никого Бога не приклеишь то еще он клеится к соборной собора а там ничего нет от собора это только один звук когда символ веры принимали некие цареградские они видели то что тогда было этого ничего нету сегодня я вот скажу у нас в крестовозрительской общине города Барнаула мэр ПЦЗ у нас все это соблюдается по всем канонам правилам сроки эти эпитемии ну у нас просто нет этих мы все как единое подобное там голубое у нас это не именуется я смело говорю об этом вот это суждение очень похоже на то что в свое время приводили в свое оправдание лица которые впоследствии ушли в расколы видите как уже подводят никуда Андрей говорит никуда не уйду а у него иначе не сходится почему потому что ложь непрерывная ложь повторяю когда меня спрашивают что такое патриархия я одним словом вообще ложь то есть что в ложь входит туда все входит у евреев как-то говорили ну их там учителя если в мире существует 10 сестей лицемерия то 9 из них в Иерусалиме сегодня если 100 сестей лицемерия есть 99 в патриархии все ложные отношения между пасторами пасомами все на лжи построено тотальная всегдашняя ложь и теперь он у Андрея уже к другим он с ними даже никак не связан а он не ушел так уйдет вот они научили людей против нас сектанты ну какие мы сектанты а у вас икон нет пришли у нас иконы ну это она ради вас они повесили так как это ради вас у них епископа нет она пришла у нас епископ служит епископ домодедовский от патриарха Кирилла приехал епископ алтайский здесь Максим был новый Сергий Иванников то есть он ложь непрерывная на каждом шагу ну можно перешагнуть через это я один раз сказал да мне нужды нету это ваше и вот теперь он Андрея уже но если мог бы он сейчас сказал и к Щекотилу и Гитлеру и Муссолини что угодно могут наверное сказать секты и ереси на самом деле у церкви есть ученые которые связаны с общественными вопросами и которые являются частью ее предания видите сколько частью иных преданий даже я столько лет занимался преданиями я вот сейчас конкретно спрашиваю отец Севолод вот Библия я открываю ее и вот она сразу начинается вначале сотворил Бог небо и землю какая первая буква В он сразу скажет В вот она В а какая буква последняя в Библии ну аминь и буква мягкий знак все а подскажите в предании что а оно каждый день дописано что он говорит а то же завтра в предании будет то есть там такое понаписанное монашеские уставы все в предании лепят я начну если говорить чтобы не моложе 16 лет было в обморок упадет человек я занимался этим начитывал жития и все к этому надо относиться выборочно понимать что сам писал человек а что дух святой это определение соборов в том числе поместных и архивейских соборов 20-го видите куда он говорит поместные соборы да на тех соборах то почитайте что было нейтронную бомбу американцы изобрели и патриарх Пимен только бы нейтронной бомбы а то есть атомной можно убить водородную можно рванули вокруг земли волна говорит три раза обошла вообще вот что сказали то и лепят как барашки блеют бе-бе-бе-бе выходит и священники их этому научили соборных да какое отношение когда вы по Библии ничего там у вас нету в этих решениях-то соборных-то Бог меня будет судить по слову своему повторяет 12.48 Евангелия Тьяна еще мне ваши соборы я буду на суде Божьем искать эти соборы ты сгинешь у тебя вечерин сидят а людей-то заблудил и 21 веков это документы которые приняты священным синодом нашей церкви он примерно все в кучу документы приняты священным синодом во-первых почему он священный-то у вас когда там такое творится завтра его предаете анафеме как Денисенко Филарета украинский митрополита сколько было таких которые фальшивые предатели деканонизируют больше скажет правды невзора в чем он говорит в этом вопросе все 100% сотрудники КГБ сливали информацию он об этом пишет говорит эти документы основываются не на какой-то политической конъюнктуры они основываются на самом деле на священном писании на учебном на священном писании кто не знает что такое священное писание у него три названия это слово Божие то есть от Бога оно оно священное и Библия пусть он хоть одно место откроет что священное писание и то что они приносят он в кучу все лепит так же не делается я всегда привожу пример как председатель колхоза у казахов был раньше говорит так моему брату корову вырешим кто против советской власти ну ни один корова пошла с колхозного двора у него та же самая позиция да ваши то соборы они рядом не стояли с соборами с канонами канон это ты подряд раньше 30 лет крестил не один раз без погружения ну и дальше мирские власти участвовали твоего епископа ставили канон за каноном 413 правил нарушил ты они преступники законов и на немногих святых и на том что чувствует что мыслит живущие во Христе соборную церковь нашу церковь проверять во Христе проверяй его сначала он одно сказал соборы решения священного синода священная индийская корова а почему он священный это синод это вы назвали его это может быть сброд беззаконников убийцы господь то видит вас другими я сейчас покажу это сборище разбойников бог говорит так я не говорю конкретно о них но бог это говорил господь говорил через пророка херемии исаев это вот даже отдельное высказывание святейшего патриарха наших миархов вот это название святейший даже бога святейшим не называет вот свят святый а святее и превосходнейшая степень святейший грешному человеку который грешил грешил и теперь умирает и он святейший святейший только два раза в библии встречается два раза это слово назидая иуда говорит на святейшей вере вашей евангельская вера подвязайтесь единодушно не за веру там православную баптистскую за веру евангельскую от нее так как далеко ушли и далее святейший храм это в книге маковейская называется все слово святейший на этом окончилось и человеку грешному святейший он думает даже святой нет а боги говорят свят только свят что тут больше то святой бог священное писание три святейший он никогда об этом не задумывается людей которые работают в тех или иных сферах церковной и церковной общественной жизни все эти высказывания практически всегда соотносятся с Евангелием Христовым вот это хватило давайте мы посмотрим теперь дальше все соответствуется с Евангелием Христовым посмотрим а то у меня по 25 остановка была тут я уже не так маленько Матфея 9.35 и ходил Иисус по всем городам и селениям уча в синагогах их проповедуя Евангелие царствие исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях то есть он ходил учил и проповедовал Евангелие царствие а дальше исцеляя всякую болезнь но сейчас это они могут ходить и проповедовать но исцелять не могут но это ладно но не могут не дано так они заражают людей они людей делают больными и многие люди умирают по вине священников это уголовное преступление при том священники почти 100% виноваты в этом скажут за что ты говоришь такое не спешите я сейчас покажу 1 Користина в 11.27 то есть прищищает людей диакон только помогает а их хористию совершает священник когда хлеб превращается в тело а вино в кровь посему кто будет есть хлеб сей пить чашу господни недостойно виновен будет против тела и крови господни да испытывает же себя человек таким образом ест от хлеба всего 5000 чаши сей посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу господни недостойно виновен против тела против тела и крови господни да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба всего и пьет из чаши сей а того многие из вас немощны и больны и немало умирает люди не могут себя исследовать написано исследует как он исследует когда Евангелие не знает это не сегодня было в 1876 году только перевели перевели Библию на русский язык в синодальное издание только и как протеялись это церковная реакция даже Александр там первый хотел перевести не дали даже царь ничего не мог сделать я долго думал ну почему они Евангелие не хотели перевести и наконец нашел нашел в высказываниях архиереев тогдашних бывает архивы попадают они боялись что если народ будет знать Евангелие в стране начнется революция я подумал действительно так то есть люди бы увидели что совершенно не туда попы их ведут главное чаще исповедуйся чаще прищищайся чаще болей чаще умирай кто недостойно ест а как он знает зайдите в больницу сейчас и сказали вы больные да болеем а вы прищищались да прищищались вот вас кто это мы вас туда завели на кладбище пойдите и крикните вы прищищались да вы бы еще жили да жили это мы вас туда загнали попы на вас миллионы убитых висит выйдет священник и кричит кто не прищищался люди стоят уже все подошли с улицы аборт не сидел это бэ в церкви как Степаненко говорит переполнено все прищищаются братки цыгане вот от мужеложества вот это они прищищаются эти голубые жеребцы многие больные немало умирают и умирают они рано второе Коринфянам 1 Коринфянам 12.7 вы все верующие а Павел пишет Коринфянам тело Христово а порой за членом когда этот человек говорит о теле Христовом он имеет ввиду только патриархийную верхушку по всем словам видно хотя он скажет да нет я имею да вы вредите в упор не видите совершенно колоссинам 1.24 ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его которое из церкви еще они не восполняют страдания Христовых в теле церкви то как огня страданий боятся кому дали указание на меня лжесвидетельствовать на суде они свободно пошли ну люди которые знают те не пошли тут герой у меня был один за меня выступали Геннадий Фаст в моем доме обратился вот убитый кришнаитом Григорий Яковлев в моем доме он обратился племянник Суслова двоюродный вот и Бурдин Сергей Дьякон он работал в библиотеке находил материалы о том что советская власть она не против как бы веры была ну нашел там сам нарком что говорил ну им это плевать это было но это был герой его архиерей сразу зарубил выгнал из диаконов и прочее и которое письмо ему написал письмо у меня в книгах помещенное у меня тайные документы есть они попадали ко мне притом оригинальные Еремея 32 25 чего я не повелевал им и мне на ум не приходило чтобы они делали эту мерзость вот чем они занимаются это Господь говорит Богу на ум это не приходило я еще не говорю о мощах что с мощами то делается когда одно повеление должно быть прах ты и в прах возвратишься а у нас опыт церковное предание а Библия где а вот к Елисею прикоснулся воскрес да у вас ни один не воскресает оставьте мертвецам хоронить мертвецов а чтобы выкапывать это запредельно далеко было Бог говорит мне на ум не приходило я просто попутно сказать Осия 6.9 как разбойники подстерегают человека так сборища священников убивают на пути психем и совершают мерзости кто? священники на пути психем Малахия 2.2 а он церковная полнота это все полнота делает 2.2 и если вы не послушаетесь если не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит Господь Савов то я пошлю на вас проклятие прокляну ваши благословения и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить тому сердце то есть священник машет широким рукавом а в это время из-под рукава летит проклятие на человека Бог говорит Бог проклинает Феофан Затворник говорит так если священник говорит я благословляю а Бог говорит я не благословляю то чье будет утверждено это Феофан Затворник говорит я покажу как святые тут говорят о сегодняшнем положении так далее послушаем с тем что говорили и делали многие и многие святые с тем как себя ощущает соборное тело церковь ощущает соборная церковь это бред больного тяжко больного ума да церковь это по отдельности каждый человек как он ощущает тут даже двоих не разберешь как вы в одном месте работали столько лет и душишь его теперь ощущает ему нужно мое ощущение он завтра применит все силы чтобы меня задавить я немало не сомневаюсь они 50 лет меня гнобят мы Евангелие раздаем они собирают и во дворе сжигают Евангелие я патриарху Кириллу написал какие антихристы вашим именем прикрываются вы отвечать за это будете вы развратили народ рождение сект все это на их совесть они не учили и поэтому секты никуда не уводят это народ брошенный корона валяется и он говорит подписан он смотрит видимо там перед ним на доске написано чтобы не ошибиться без бумажки то пять слов не свяжут тело Христово к слову сказать одна журналистка говорит я кое-как добилась вот с этим человеком отцом Всеволодом Щаплиным и разговаривали 20 минут слово Бог он три раза произнес а слово Христос ни разу он как патриарх сейчас патриарх начал говорить у отца Андрея уже стали появляться ссылки на священное писание он уже не тот он работает а эти-то нет эти залезы передними ногами в кормушку перелезай задними теперь с тем как церковь воспринимает окружающую реальность и чего ожидает от нее церковь не должна ничего ожидать от мира он говорит слова рассчитанные на совершенно манкуртов не понимающих ничего церковь должна идти и проповедовать она должна благословлять всех этого нету церковь должна ощущения какие-то самоощущения это человек неверующий тяжко больной в христианстве притом неизлечимо больной добавлю отец Андрей периодически пытался сказать что есть некое различие между Евангелием и жизнью церкви то есть между писанием и преданием потому что предание церкви это вовсе не только то что было сформулировано какие-то многие века назад это и то что имеет место сегодня он Евангелие прописовал имея действие сегодня да он по Евангелии ни одного дня нигде не сверяет нигде по Евангелии если они они должны пойти сегодня в первую очередь к Невзорову чтобы он им по их просьбе высказал все претензии и убрать это все и все вышибы из-под него и Невзоров больше не знал что сказать Невзоров на баптистов то не нападает потому что там этого нет этого нету просто нету и оно не может там быть потому что словом Божьим люди очищены вот я сказал я баптист я уже знаю как он сейчас меня ловить будет традиция это не только прошлое это прошлое настоящее и будущее говорить о том что может быть некое несоответствие даже противоречие между писанием и преданием это значит не верит в церковь Галиматью просто не говорит а порит говорит писание это от Бога а предание это от человеков а еще и церковь и вот он уже с Богом олицетворяет он сказал что входит все что сегодня они издают тут опровергать нечего одно гнилье опровергать просто греховно я лучше о нем должен думать ему даже двойку поставить не за что он на Христа приплюсовал и предание и сегодняшнее что они нагородят там да вы вчера говорили в депутаты идти сидели там таращились а завтра сказали не ходить а Глеб пошел Якунин и сразу голову снесли ему правила-то меняют каждый день играют-то ГКЧП ждали на какой стороне победа будет лукавые-лукавые безобразие это значит не верить Христа подобного рода видите вообще он Христа-то не верит да как это можно мои действия на Христа навешивать-то а это у него все Андрей Кураев уже и против Христа идет я бы ему посоветовал ко мне приехать если кто может переведите его со мной чтобы он пожил вот здесь вот где я сижу хотя бы месяц с голоду не умрет я обещаю но поедет другим но сразу он подпишет бумагу у меня что он согласен жить вместе вставать ночью днем вместе молиться будет вместе работать и все будет с него вот эта дурь скатит за одну неделю у него этого не будет он плакать будет я ему сухари буду по два сухаря на день давать и не рубля и пешком до Москвы следователь Андрей высказывал много раз в течение времени он стал высказывать и все чаще и чаще и причина он не говорит он не говорит что он чувствовал он не говорит какая причина а причина в том что он говорит дважды два вы не выучили и он не пристанно об этом говорить чаще и чаще ему награду за это надо дать видя что вы упорно не подчиняете слову божию Андрей бы махнул да пропадите вы собаки паршивые но он так не сделал он любит их он все выворачивает сейчас на Андрея Андрею похвалу надо за это выписать а он у него топит это создает общественное мнение и люди будут верить не понимал большинство иерархов пастырей и мирян не приемлют того что он говорит за всех решает да даже простое голосование показывает за Андрея больше 65% вот ложь непрерывная говорит ложь да зайдите посмотрите в разные-разные блоги там где выступают люди я встречаюсь с разными людьми даже с мусульманами на вашей стороне никого нету не то что больше или меньше а вообще нету это обман а зачем ему это нужно то но Андрей виноват не так делал вы ему это и скажите это общественное мнение он сейчас он знает как это делать но тут не срабатывает у них 51 год на мне даже не срабатывает а я что сравниваю с Андреем то у Андрея знания это не моя голова они со мной ничего не могут сделать я выступаю где архиерей все от священники и в конце секретарь епархии говорит под каждым словом Игнать я могу подписаться а я 1 час 10 минут говорил только у них в епархии при священниках это ответом на это непонимание было не желание покажется измениться то есть подчиниться мне ляжь под меня он еще больше что-то не заключает ему кажется не в чем что они к ноге и желание желание отомстить и желание настоять на том что он не такой как прочий так это все к тебе и относится Андрей ничего этого не доказывает он действительно не такой ему дано ему это дано было и вы его держали там столько лет не такой он был бы такой как вы вы бы на его месте были и люди что он может рассчитывать на совершенно особые отношения потому что у него в руках есть некие информационные возможности 40 человек заклянутся не пить и не есть пока не убьют это не в нашей стране где это может быть они это не такие они 40 человек заклянутся не пить и не есть не будем молиться пока Андрей к Богу не обратится наверное так надо было мне сказать это все что-то накручивает просто накачивает злобу он может громко да вот сейчас какие-то обвинения он практически открытым текстом обвинение я вам бросаю вы канона нарушаете драгоценный мой Библию подряд не знаете совершенно Библию голыми руками сидит у меня лежит Библия каноны книги показываем ссылаясь на жития у вас ничего нету ничего нету единственное что это полноценная полновесная злоба я провел примерно следующую мысль как могли посметь меня тронуть это не лунда но если вас это не трогает зачем вы упоминали значит эти слова достигли до вас он повторяет еще раз потом еще раз то есть они боятся компромат у Андрея огромный огромный и он может быть в свое время опубликован ну как приехал там с Америки там кто работал с органами я вас даже звать не знаю как спрятали его тут у меня в руках информационная возможность я могу ответить да и он отвечает чтобы отместить так что может быть не случайно то что компания которую сегодня протезакон Андрей Кураев идет в интернете началась примерно с середины декабря и была нацелена на то чтобы предупредить не смеете меня трогать Андрей ничего этого не говорил не действовал он в своей мысли влагает в Андрея это безбожно вы спросите его Андрея скажи ты думал так вот делал для того чтобы не смеете меня трогать он ответит вам да тогда можешь сказать он озвучивает того чего нет это лжесвидетельство а по лжесвидетельству он уже сегодня с него крест снять и настройки народного хозяйства он лжесвидетельствует от Андрея никто этого не слышал нигде а он по другому не может мыслить я повторяю это рафинированный морской мирской ум у него ничего божественного нет в этом рассуждения нигде Андрей так говорил а сказали бы действительно мы подлые люди мы так довели отца Андрея Диакона что он даже промелькало такое у него промелькнуло что он может что-то такими информационными возможностями может нам повредить это как можно было его допечь мы день и ночь его терзали мы издевались над ним мы натравили студентов на него я не знаю там что было вот это он должен был сказать-то себя он никак нигде он не виноват и вообще чистенький как стеклышко как жена говорит Кесарев неподозрение по ней конечно же активизировалось очень очень серьезно и наверное в этот раз опять людям церковь пытаются сказать как вы посмотрели как вы посмотрели тронут человека который обладает такими информационными ресурсами заметьте сколько раз и в конце еще будет говорить это действительно для них тяжело я предполагаю что это умышленно они делают с Андреем договорились но его взгляд меня смущает барлеан нравится а взгляд не нравится совершенно не христианский взгляд ну он ничего не может сделать с собой ему это не сделать но у верующего такого взгляда не может быть просто не может быть как Лесков говорит у него глаза были как натертые снегом по глазам глаза это душа через нее видится как мать ребенку сказала вот они глаза в которых я не вижу ни милосердия ничего тут ничего нет я конкретно отца Андрея его не пощадили остальные замолкните с вами никто не будет разговаривать просто откинут еретик сектант еретик сектант ну раньше бы он сказал враг народа это сергианство это уже он властям строчит Андрею с Андреем надо что-то делать они до самого высокого уровня придут с жалобами который так громко может бросать те или иные обвинения я не такой как прочие я особый я требую особого отношения к себе вот эта идея очень сильно присутствовала в жизни они никак не передают вот явился пророк Исаия я требую особого внимания к моим словам не поверят а что в Андрея был пророческий дух и сказал что вы к этому подойдете они даже не допускают мысли ну подойдите к этой хоть один раз и уже как-то маленько мозги по-другому будут смотреть попробуйте троньте я особо то есть вы у Андрея это увидели ну и приняли бы его так сказать давайте мы примем хотя бы месяц на что он наставит особое куда он вылезет ну ребенку иногда мать говорит ну пусть он пойдет может быть упадет он научится ничего этого они не могут сделать ну что он смещение власти какой-то было бы патриархом стал ничего этого нету а они дрожат за свою шкуру как говорят извините отца Андрея Кураева в течение многих лет я хорошо помню как Андрей Кураев тогда еще студент Московской духовной академии в то время когда остальные студенты либо учились либо исполняли церковное послушание проводил значительную часть времени в приемной вектора или в коридоре перед приемом чтобы предложить какие-то проекты предложить какие-то тексты понятно никого из них не было вот в коридоре там где у ректора были и Андрей был это говорит о том что у Андрея уже тогда были проекты у него план есть действия и это надо всячески приветствовать вот японцы я слышал это покупая даже то что у нас какие-то там были проекты не пошли выбросили они мусорные ящики дайте нам у них всем учащимся дают задание и они неправильно ответят ему в конверте там 5 иен или 10 дадут а кто правильно то будет правильно дальше разработчики инженеры будут работать здесь нет все должны вот такие синхронные в грехе монотонном жить а мне так радостно слышать что у нас в стране есть человек который будущий студент там еще семинаристом я ему не могу не верить он прав почему это ну он сказал то не с добра и у него уже тогда были проекты он не говорит что мы не приняли и такие беды претерпели вы за это и терпите за это вас сегодня шпигует хвост и в гриву что единственного человека который в студенческие годы имел такой порыв он что приходил говорил вам в карты играть учил у него проекты были вы поинтересовались эти проекты воплотить в жизнь да конечно нет он говорит в отрицательном смысле в этом почему у тебя проектов никаких не было вот у меня тоже проекты все время есть я их выполняю я не для кого-то а сам для себя ставлю я говорю символ веры надо расширить чтобы все проповедовали Евангелие Библии там ничего не меняя а добавить маленько потому что время то идет где-то да канон Андрея Критского я его написал на три ступени первая просительная вторая должна быть благодарственная третья словословие на блаженного фифилахта я издал 297 даю комментариев у меня везде проекты и Андрей Кураев мне очень дорог в этом плане он не мертвый он живой выслуживаться показывать я не такой я отдельный от всех как в Ишинске говорит это промпартию когда судили те же самые слова и прочее им нужно чтобы Андрей сделал какой-то шаг такой ну на машине он не ездит задавить бы мог кого-то может случайно а они сейчас его ловят со всех сторон его одного нигде нельзя оставлять даже поверьте мне патриархия просто так таких людей не выпускает выслуживаться доказывать свою особость выходит сделал предложение какое-либо ну допустим ну кто-то бы не был там вот Мартин Купер или Тим Бернерс Ли изобретатель интернета или Мартин Купер изобретатель мобильного телефона они же тоже предлагали а что он выпячивается а зачем это нужно а как то есть Билл Гейтс там он против всего этого это стагнация загнивание мозгов это чисто старообрядческое мышление лежало тысячи лет до нас пусть и дальше лежит Андрей это живой ум это дар Божий для России это особо много отношений и вот что тогда по-моему составляло чуть не главное содержание деятельности я еще раз говорю это увидят люди и в нем увидели это у меня нет образования и у меня никакого и сразу ректорат назначает профессорскую да во мне что-то они увидели я просто по себе знаю а другой бы начало почему и как да меня никто не спрашивал вы бы Андрею там двойную тройную бы давали зарплату за то что он один такой и конечно он должен был это показать этим самым он не зарыл талант вы зарыли его а если бы он имея эти таланты сидел предложение не дел такой как есть бог бы спросил с него а вы его загнобили вот за это вы все ответите за Андрея Кураева многие полетите вниз головой в девяносто первом году став референтом святейшего патриарха московского Евсерия Алексея отец Андрей практически сразу приступил к интригам в августе этого года когда окончилась неудача деятельность государственного комитета по чрезвычайному положению Гека Чута в момент когда либеральная пресса определенные политические круги практически швырмовали любого и требовали отставки любого кто хотя бы частично хотя бы в каких-то выражениях был заподозрил в поддержке деятельности Гека ЧП отец Андрей Кураев распространял среди светских журналистов либеральных изданий написанный им текст который предлагался в качестве публикации основы для публикации за чужой подписью тем или иным сотрудниками этих изданий обвиняют во всем чужая подпись а вот пусть ответит почему послание к евреям Павел не подписал послание к Тимофею апостола Павла и везде начинает я раб Иисуса Христа а послание к евреям не подписано из-за чего смертельная опасность и они вообще бы не приняли ничего особенного в этом нет он видит в этом только плохое отец Андрей Кураев знает что все сотрудничали с властями и прочее и момент вот этот был когда можно было поменять епископский состав а что он там писал как я его просто не видел документа но я так предполагаю намерения у него были какие он вместо архиереем не стал он даже не священник зачем ему было он это не говорит ну допустим приняли а дальше что он не нужно их убрал Андрей нужно их поставить ну что бредит то какая это власть да кто Андрея будет слушать то даже у Гришки Распутина этого не было это доказанный факт в газете Куранта а потом в интернете Яков Кротов свидетельствует о том что Кураев как раз и предлагал ему такого рода текст целью этой интриги было отстранение от должности по обвинению якобы в сотрудничестве с ГКЧП многих наших иерархов и замена их на людей лояльных Кураеву вообще я никогда не думал что Андрея Кураева такая власть одному человеку сменить многих архиереев и поставить многих вообще то если по идее то если бы это было воплощено может сегодня было бы по другому то а вот эти которые продали совесть может быть сто раз голубые там зеленые они все у власти были вот вы за это тоже ответите и он тут сейчас будет поминать Якова Кротова я не встречался но где бы я о нем не слышал в интернете везде вижу только хорошее к хорошим людям Андрюша обращался а слово Андреев имя переводится храбрый он храбрый он не трус он не прячется защита спины идем на него самого интрига была раскрыта Кураев был отстранен от работы референд святейш вот интрига понимаете как он посылал туда это интрига откуда она видно Андрея теперь надо спросить Андрей ты писал писал а то интрига была какая основа интрига и это дело конкретное это проект они tooth баюкают против чего Андрея сейчас воюют там命 ilanет проекта Ничего, жирует и все Интрига, интрига Андрей сейчас скажет, не было интриги Все, на этом замереть Мы не можем у него не верить Он христианин, который исповедуется, причащается А у него нет ничего, он только домыслами У него ни одного довода нет Еще ни одного довода нет Только поношение, грязь с помоями Вы патриарх Так же звучали обиды Так же звучали Разговоры о том, что он очень много знает И его нужно бояться Разговоры эти правды тогда не вливались в интернет А были круавными То есть это третий или четвертый раз, говорят, а действительно они боятся Даже прошлое прошло А то же 20 лет они тряслись И боялись его тронуть Больше я никак не могу понять В данном эпизоде очень ясно появился Характер этого человека Его горячее желание Решать чужие судьбы Используя методы политического доноса Зачем ему это нужно, Андрей Решать чужие судьбы Доносы Диакон обыкновенный Понимаете, это такое возлагает на человека Если кто маленько понимает, о чем он говорит Это внутри он рядом был Он увидел в Андрее Вот этот гигантский талант Он действительно один такой и был Вот никто так в Андрее Хорошо не свидетельствует, как вот этот человек Заодно это только Он теперь день и ночь в моей молитве будет Я молюсь одно, чтобы из-под пепла Сожженная совесть у него воскресла У отца Всеволода Чтобы он представил суд Божий Я не могу против его говорить ничего Потому что я молюсь за него А за кого я молюсь? Я молюсь только по любви к нему С течением лет отец Андрей Позволял себе все более и более развязное высказывание Возможно, за этим стояла очень простая мысль Заметьте, это не день, не два, а 20 лет Развязные слова-то какие все говорят Ну вы это видели? Почему раньше это не делали-то? Да вот именно то, что Андрей опубликовал С этим «казанским чудом» в кавычках-то Вот отсюда все и началось Что тут? Ну, Андрей-то высчитал все это Дайте мне хорошую должность Обеспечьте мне безбедное существование Иначе вы знаете, как я бы... Понимаете, вот говорит это Мирской человек, совершенно безбожный Он не предполагает, что у Андрея духовные замыслы были Он говорил, нет, дайте жизнь Он только поутробному рассуждает Это любой на работе, профсоюзный работник Болтливый вот так говорит Это говорит, допрашивает следователь Вот Андрей, а он говорил так? Нет, он воображает И он ни греха не боится, этот человек, ничего Он в Андрея влагает в свою погонь яд ядовитый Ну нет у Андрея, он не говорил эти слова Это я уж точно знаю-то Дайте мне хорошую машину, хорошую еду А чего он такой толстый, Андрей-то, если плохая еда была Откуда он растолстел-то бы? Его и пива баварского хватало и всего Чего он больше-то может получить-то? Ну это выдумка просто Чего у Андрея семеро по лавкам? И он все это решает по-мирскому Да даже верить-то нечему совершенно Кого выставили-то? Только умею рыбаться И чем дальше, тем больше эти резкие И часто принципиально расходящиеся С самоощущением церкви С самоощущением церкви Какой же Андрей герой? Это я до конца не знал Слушай его, кажется, четвертый раз Слушай, вот я оставил конспекты Где его остановить, где дать Сейчас это все бросило Я уже на память его знаю Где-то Все дальше, больше Ну вы видели, дальше и больше Капитан не туда ведет Так вы бы сразу остановили Но это не день, не два Десятилетия Дальше, больше То есть у него это в груди было Он говорит, не сегодня это придумал Вот эта желчь, она его пережигала, пережигала А тут официально сказали А то его Андрея И они сейчас все на него кинулись А до этого они боялись Андреевой фразы достаточно было Чтобы смести их Господи, какого человека ты дал в нашей стране? Андрея храброго Наступление, слово называют Только усмешку И обратную реакцию И то, что произошло С деятельностью Так, какая усмешка и обратная реакция? Не, не понял Усмешка, у кого? Ну найдите И какая обратная реакция? Как, то есть он сместил архиереев Их архиереев опять вернули И поставили, или что? Это слова совершенно бессмысленные Никакой обратной реакции не могло быть Потому что ее прямой реакции не было Он не имел ни власти Не смещать, ничего С Андреевой, Московская духовная академия Это очень логичное развитие событий Это то, к чему это с Андреевой шло в течение многих лет Все больше изолируясь От церковного организма Окружаясь Церковный организм Нет таких слов Все больше он не хотел входить в этот конклав Вот с ними Он не хотел этого Совесть его мучила И он все больше дальше отходил Он был где-то близок был А потом видит, что они не икаются Ничего И что там другое может у него было И все больше, дальше Все дальше Все проповедует Потом дальше уйдет в Нью-Йорк Прилетит опять преподавший Один урок Опять дальше в Японию Ну, на кого это рассчитано-то? У него ни одного слова не связано Он говорит совершенно бессвязные слова Себя подпиралами Из числа некоторых представителей церковной и околоцерковной молодожи И теми людьми Церковная, околоцерковная Я вот не церковная Все, кто Андрея Кураева поддержит Или положительно относится Это все не церковные Вот этой пёсией ухваткой Они научились 5-й отдел КГБ Сталинско-беревская кровь пульсирует в жилах их Она образовала эта система советская И он не может по-другому быть Потому что сначала надо от системы отойти Как недавно отец Михаил Ардов говорил Прочитайте труд Зои Александры Крахмальниковой Горькие плоды сладкого плена Или в объятиях семиглавого змея Или подлинный лик московской патриархии Глеба Якунина Много материалов есть Вот когда судили Вениамина Петроградского Там были Красницкий, священник Как говорит, змеевидные уста и яд Это пишет Лев Регельсон Когда говорит о нем Трагедия русской церкви Я вот слушаю его так и думаю Он каждым словом накидывал петлю Их расстреляли всех Это священник Это там Белков какой был И Веденский Обновленцы Это обновление 100% Который, наверное, выглядит Как человек, который Вроде бы изнутри церкви Выражал не согласие Со многим из того Что она, как соборный организм И арт Вроде бы изнутри Как вроде он внутри и есть И соборный Он не говорит уже соборы какие были Не книга правил нет А вот то, что они там Это заправилы московской патриархии делают Заправилы Это все вот Андрей отошел от этого Он олицетворяет себя Это царство небесное Это новый отдел Как Андрей говорит Это даже Папа Римский На это не посягает А тут каждый Папа Я не хотел комментировать Не хотел Мне мерзко это все Потому что мне жалко его Это на века он позор оставит Капиера и Миран Говорит идет Теперь протодеку Андрею Куран Посвящает Чуть или большую часть Своего времени В том числе Времени Рождественского сочельника И самого праздника Рождества Христова И с постранением Интернет сплетен Видите-ка Он не знает Что есть Алтайский край И тут Мамонтовский район Он не знает про это И в Мамонтово Там Евгенов В моей книге Он как раз Для слова Божия нет ус Секретарь Райкома партии А я Мы бьемся земли получить А он Игнатий Он ничем не занят А я вырабатываю на стройке 300% выработка Я работаю неделю Неделю уезжаю Мне по 150 ставят Ему делать нечего И он бесчисленные жалобы Пишет на райком партии Вот эти же самые слова Это партийный работник Один к одному Я-то его не заставлял это говорить Книги мои он не читал Я слушаю Это партийный работник Секретарь Райкома по Как называли По идеологии По оболваниванию Это именно сплетни Тексты которые он публикует И комментирует От своего имени Игорь Кабач Я не знаю Вот он Молится или нет Еще что Слово Божие он не знает Это действительно Не понимает даже О чем я говорю Но молится ли он Неужели на молитве Совесть не судит Это твой собрат Вместе вы были с ним Это друг Шевкунова Тихона Который не против Бога Не против церкви Ничего не сделал Ненависть А какая Он прям фонтанирует И чему он может научить людей Они еще не понимают К какому рубежу Подходит православие Теперь я покажу Немного дальше Пророк который видел сон Пусть рассказывает его Как сон А у которого Мое слово Тут пусть говорит Слово мое верно Что вообще У Микины С чистым зорном Говорит Господь Он Микины Пылит в глаза И теперь Далее Послушаем Потом я опять вернусь Чего-то еще имени Не содержит Ни наказательств Ни на того Иного человека Ни официально Сформулированных Обвинений Он говорит О грехе на живожество Если действительно Такой грех существует В средском Это если То есть он все еще не верит Тихон Шевкунов Говорит Я патриарху доложил Посадили Полный разгром был Тихон Шевкунов Вот что не знает где-то Это заперся Он в несознанку работает Его преступники Голову сразу оторвут Не дай бог его посадят Его размажут По стенке За эти слова Они есть Это все знают Они домогаются Это говорит Тихон Шевкунов Еще раз говорю В обществе Или в церковной среде Он должен быть Отрицание Его Это делает грех На нем 30 лет отлучения Кого вы на 30 лет отлучали 30 лет Это мирянину Но тут интересная деталь Что если это священник Вот интересная очень деталь Отлучать на 30 лет А его нельзя отлучать Он священник Вот депутатская неприкосновенность Это канун есть такой С него снимается сан А не так Что епископа Никона Куда-то загнали Он посидел там А теперь новый патриарх Его опять на восток И он опять дальше безобразничает Насилует Здесь сан снимается с него Но он Вот сегодня его так сняли С чужого мужика Петуха-то этого И он может причащаться завтра Вот интересное правило А почему? Дважды за один грех не наказывается Вот так Потому что если его отлучили Он может Через 30 лет Или там 20 лет 15 лет За обор 10 лет Второе правило Василия Великого Вот То он вернется А сан ему никогда не возвращается Ну я понимаю Это вообще-то Ахт милосердный был Любой мужеложник Вот этот Кирилл Там который Илюхин Кто он И он может причащаться На другой день Даже если он сознается Но священником Никогда он не может быть Если он это лжесвидетельствует То он лжесвидетельствует С него сан уже снят Только за одно это интервью Причем он должен Быть наказан По нравственным принципам Православной церкви Однако для этого Если уж по крайней мере Говорить О церковной среде Нужен церковный суд Который Как мы знаем По слову Сынового Христа Не может Не руководствоваться Признаниями Показаниями Двух или трех свидетелей Людей Которые Естественно При этом не могут Никак быть анонимными Так вот Как раз Глеб-то Икуинин Бился за то Чтобы анонимники Не принимали Не знаю Пропустили это Или нет А анонимками Стращили Сливали Сколько информации Друг на друга Сплошь и рядом Православная Церковь не участвовала Глеб Икуинин Говорит Участвовали все И баптисты И старообрядцы И не меньше православных Никакого Суждения Не может быть Вынесено На основе Сплетен Или слухов На основе Компании Которая Совершенно Определенным Образом Имеет отношение К мести Уволенного Преподавателя А как же на меня-то 50 лет гонят Как это Пургу гонят Волну гонят Как преступники говорят И ничего не доказано По сегодняшний день Нигде Ничего нет А он увел Куда-то к баптистам Да в моем доме Пришло столько Сектантов Которых ты во сне Не видел Я тебе показываю Таких против которых Ты никто Просто никто К Кавказин В моем доме пришли Которых канонизировать можно А вы меня гоните Я не православный Приехал Дворкин Тут меня Псевдо-православный На меня называют Братила духовных школ Было бы странно И страшно Себе представить Чтобы какие бы то ни было Церковные решения Принимались Исходя из той компании Под давлением Той компании Которую сегодня ведет Этот человек Вот этот человек Как раз и ведет С той компании И что что надо Вот они вместе Собрались Против отца Андрея Минутку на одну Только Вот так Его тексты Его блок Это сегодня Отравленный И нечистый источник Видите как Какие слова Верующий Вот такой интонации Таким взглядом Не может говорить Не может Это говорит Поглощающий Проглатывающий Индивид Он нигде не убит У святых Вот это А то нечистый Источник То другое Да там говорят Такие слова В защиту Даже патриархии Вы в глаза Не слышали Он как будто Я буквально все На своем форуме Мне переносят Я считаю И все Нечистый источник То другое Но если нечистый источник Как вы его держали Этот источник У себя Столько лет питали его Это в вашей академии Он набрался этого Вашим языком Если говорить Вы его таким сделали Он не был таким Он был нормальный человек Учился в институте Марксидмоленинизма А то вы в патриархии Его переварили В такого Да Можно рот закрывать Этот источник Ни в коей мере Не может Принести Какую-либо пользу Церковной жизни Именно в силу Того настроя И того отношения К церкви Которое сегодня Из этого источника Льется Точно такими же словами Говорят А ему говорят Ну вот адвентисты Пришли через Игнатия Он сказать еще не может Молчит Ну вот пятидесятники Пришли Показывает Вот баптисты Вот минониты В моем доме пришли От моего благовестия Вы какие отцы Ты роди их благовестием Ничего не может От Андрея добро быть Да сколько сейчас Священников От Андрея-то вышло-то Которым он преподавал-то Вам это никогда Уже не вытравить В силу того настроя И того отношения К людям И к церкви Которые сегодня В этом источнике Присутствуют Из этого источника Не может исходить Ничего Отрицательного Для настоящей Церковной жизни Но уж тем более Из него не может Исходить ничего Поражительного Сколько ненависти Как он Он не молится Совершенно Из этого источника Откуда тебе знать-то Ничего не может быть То есть это не слушайте У него Нету Положительного-то ничего У него никакой Программы нету А одно Андрея Не слушайте Потому что Его блоги Очень опасные Где он выступает Андрея Она опасна Разоблачает их Ничего хорошего Не может быть Это любой хулиган Говорит так А посмотри сначала И сказал Вот это он сказал Правильно-неправильно Какое-то выражение Отдельно разбери Ничего этого нету Это не только голословно Это даже подло На своего соработника Десятилетия И бывшем с вами Такие слова говорить Андрея Кураева Блог И сегодня Притягивает внимание Со всего мира А вы уж через день Будете забыты Не случайно Те, кто сегодня Поддерживают Отца Андрея Кураева По крайней мере Публично Это в основном Люди Набляющиеся Недругами церкви Люди Хоть я За пазуху кирпича За пазуху кирпича Вот о вас Когда будут Так говорить Открыто При всех На одной скамейке Будем сидеть У Андрея Только за три года Мы проехали 440 городов И везде Все дарим Это я В его Рассуждении Я Андрея Кукурая Вот как бы Уважаю Конечно Ну не знаю Какое слово Сказать Чтобы не заел Этот человек Я уже Околоцерковный То есть он Все набирает Целый набор У него У него Другого И дам тебе Ключи Царства Небесного И что Стоишь на земле И дали Ключи Ключи Господь дает Тогда Когда Петр Исповедал Ты Иси Христос Сын Бога Живого А говорить Говорит В этом Ключе Царство Небесное Это безбожник Только может Говорить Нет таких Выражений Библии У него Совершенно Не Евангельский Язык Это Не все Это Все Ложь Пытаются Установить Контроль На церковной Жизни Получить Доступ К тем Решениям Которые В церкви Принимаются Заставить Принимать Все Решения Под влиянием Общественных Компаний Вот Когда Придет Отсчет За это Время И тогда Откроется Картина Как была Ну Неужели Ни одного Человека Не было Я так Представляю Который Сказал бы Нам Что Мы Крохоборы Мы Подлые Мы Подчинили Все Власти Без власти От Константина Нет Это Не Сталин Не Никон От Константина Церковь Потеряла Все И прислужили Все Прислужили Церкви Он шага Не сделает Без церкви Он пугалом На огороде Будет стоять Поп Любой И неужели Ни одного Не было И тогда Картина Внезапно Вся Раскроется Я думаю Эта жизнь Будет Показана И Андрея Бог покажет Я избрал Его Я ему Вложил в уста Слова мои Он говорил вам Вы давили И гнобили И вы все Повикнете Тогда Я вижу Эту картину На суде Божьем Был человек Если один Понимал Господь Говорит Он сядет И будет Судить вас Вы Приговор Себе Сейчас Даете В лице Андрея И может Больше Сто лет Бог не даст Такого Андрея Видите что он все плетет и плетет Он совершенно не греха не боится А завтра политические А завтра Андрей будет говорить Гомосексуалистам свободу дать А завтра он будет сказать Что давайте на диетях Двухлетних женитесь Он что угодно плетет то Он ни за одно слово не ответит Политические Религиозные Покажите где Андрей это делал то Он повод давал О нем так говорить то У него одна чернота Изо рта Выползает как лента Которая Мотовилова была показана Как будто демон во рту сидит Покажу дальше А то русские люди говорят так На колени меня не поставишь Вот он сейчас об этом говорит Мы власть церковная А это говорит пьяница Лежит в луже И говорит на колени Нас не поставишь Действительно не поставишь Почитаем Что об этом положении Говорили люди Еще раз повторяю Что ходить в те храмы Нельзя будет Благодати в них не будет Лаврентий Чернировский Про какие он храмы говорил Не знаю Истинно благочестивые христиане Потерпят гонения От своих лжебратий Лицемерных христиан Количество христиан Хотя и увеличится Ради милостивой благодати Христовой При последней всемирной проповеди Но далеко не все они Явятся подлинными Последователями Христа Многие будут ограничиваться Только одной наружностью Одними внешними обрядами Тогда литургия Твориться будет вскач По большой дороге Нил, Мироточил и Афон Тогда хотя имя христианское Будет слышаться повсюду И повсюду будут видны Храмы и чины церковные Но все это одна видимость Внутри же отступление истинное Феофан Затворник Это прямо о сегодняшнем Вот оно отступление Главные отступники выступают перед нами Враг рода будет действовать хитростью Он не станет грубо отвергать Догматы Святой Троицы Божества Иисуса Христа И достоинства Богородицы А незаметно станет искажать Переданное святыми отцами Духа Святого учения Церкви И самый дух его уставы Эти ухищения врага Заметят только немногие Наиболее искусные в духовной жизни Еретики возьмут власть над церковью Всюду будут ставить своих слуг А благочестие будет в пренебрежении Анатолий Оптинский Почему они не публикуют эти слова? Слишком похоже Приходит время Закрытые храмы будут ремонтировать Оборудовать не только снаружи, но и внутри Купола будут золотить Как храмов, так и колоколин Все храмы будут в величайшем благолепии Как никогда А ходить в те храмы нельзя Церкви будут А православным у них нельзя будет ходить Ремонты храмов будут до самого пришествия Антихриста Лаврентий Черниговский Священство последних веков Будет в нравственном падении Через две страсти Счастлавие и чревоугодие Нифон Цареградский А вот Чревоугодие Это мужеложество и все остальное 99 священников из 100 Объявят себя за Антихриста Владимир Сергеевич Соловьев Нынешний страшный упадок веры и нравов Весьма много зависит от холодности К своим паствам и иерархов И вообще священства Иоанн Крыштадтских Кто виновен-то, что народ-то такой На одного Андрея бросились У них других вопросов нету К нашей церкви будут присоединяться Только отдельные личности Нектарий, Оптинский Не всякое собрание епископов Есть собор Вот все собор, собор А только собрание епископов Стоящих в истине А если они такие, тут хоть один Федор студит Скоро в храмы нельзя будет ходить Все изменится Только избранно увидят это Людей будут заставлять ходить в церковь Но мы не должны будем ходить туда Ни в коем случае Кукша Только на ново крещеная Русь Может стать православным царством Архимандрит Константин Зайцев С помощью церковных властей Проповеди Приводить будут членов церкви Принять антихриста Проповеди И кто не послушается антихристовых приказов Будут подвергнуты Нескончаемым мучениям Святой Харлампии Подобно тому, как древнему Израилю Посылает Господь судьи и пророков Так и в церкви своей В моменты чрезвычайные Он обычно посылает людей Исключительной благодатной одаренности Как бы пророков Сильных духом и верою Не имея официального назначения То есть из профессора выгонят Эти люди самым делом выдвигаются Из общей массы И становятся предводителями других Но это предводительство Не имеет официального характера Не является установленной в церкви должностью И не всегда держится в служебных храмах Как и всякое пророчество Оно есть личный подвиг таких людей Делая их личной внутренней духовной предприимчивости И ревности о Боге и церкви Божией Митрополит Сергий Строгородский Это об Андрее А Степаненко Максиме Вот такие люди будут восставать И дальше слушаем Псердобогословские Но цель одна Заставить церковь меняться По законам мира сего Лежащего возле Заставить церковь принимать Да она в миру вся церковь Все мирское Ее нельзя заставлять Она в миру Двери открыты для любых Не оглашенных Оглашенные из-за детей не выполняется Эпитемии нигде нету 417 правил нарушаются 13 Что говорит-то? Это все он выдумывает Он даже не понимает Где мир Не отличимый мир от церкви-то С любыми решениями Под руководством Хорошо срежиссированных Как правило И прекрасно организованных Общественных компаний Подобных тем Которые были Много раз предприняты На Западе Для того чтобы Поставить церковь Под контроль Да хоть она церковь стоит в этом Ее нельзя ставить Люди этого не понимают Она не имеет независимости Ничего Полностью С мирскими властями Везде лезут в школы Лезут в армии Библиотеки Они за это отвечать будут Государство не теократическое Они угнетают народ сегодня Они развращают людей Эти попы Я знаю эти семинаристы Которые как волки здесь Волчатник Бросаются на нас Они были не такими ребятами Это Вот про Щаплина Так какой он был юноша-то Это его Патриархия таким сделала К сожалению Во многих случаях Это удалось Более того Многие компании Начавшись Со взговоров О демократичном Церковном направлении О достижении Справедливости В разном уровне Разборательствах Очень быстро Заканчивали тем Что из церкви Пытались попросту Изгнать Дух Христа Да его не надо изгонять Да вы Духа Христова Не нюхали даже Понятия не имеете Все мирское Весь жаргон Мирской Жаргон Он не знает даже о чем говорит Дух Христов Где Дух Христов Там свобода Он не свободный Ни патриарх не свободный Марионетки в чужих руках Куда махнут Куда махнут Туда и пойдете Дух Христов Где Дух Господний Там свобода Вот Андрей сейчас Начинает Определять свободу Он мне завидует Я живу в свободе Я прожил 51 год В свободе Мне запрещено было Проповедовать в лагере В тюрьмах Я проповедовал Там десятки людей Обращались Преступники Я прожил в свободе Но я им не подчинялся И никогда не можем подчиниться Но мы за них молимся Мы признаем Несмотря на это Благодать Из московской патриархии Мы всех священников признаем И к нему сейчас Я подойду И попрошу благословения Он будет прищищать Я прищищусь у него Но он делает неправильно Это не касается благодати Благодать это милость Божия А не то что он хороший Повторяю бородами Целем принять служить Обществу потребления И тем новомедным Политическим идеям Которые пытаются Принести на смену христианства Да не будет этого с нами Это чужие слова говорит Да не будет Он только на стене ему там написали Да не будет этого с нами Это говорят люди Которые понимают Бедственное положение Он его не понимает И не видит И не знает Он будет стоять Даже уже По колено в воде По горло в крови И ничего не поймет Им это не дано Эти люди Переступили эту грань И мне кажется Что они где-то похулили Духа Святого В одном Андрея Они могли похулить Им возврата нету И нет покаяния Вполне может быть Я не знаю Но похоже очень Потому что тот Отравленный И нечистый источник О котором я сегодня сказал Практически Игнорируется Верующими людьми Он не повлиял на Да нечистый источник Это его уста Вот он что говорит Это самый нечистый источник Что-то не пошло дальше Подожди-ка Интересно что-то Зря я сказал Он сразу обиделся Сказал что нечистый источник Его уста Это я не думал так Прости отче Пусть договорю Что же дальше-то Вопреки Наследию Святых Отцов Я надеюсь Что православные Архиереи Пасторы Миряне Наши церкви Достаточно Сильно Укрепляемы Божьей благодатью Божьей помощью Для того Чтобы надать Возможность Проделать с нами Того Что проделали С некоторыми Западными Христианскими Или уже Постхристианскими Мы уже дальше зашли Православные Христианы Никто за верующих Не считает А византии Попутанные Пришли Мы с византией Получили порченое Христианство Почему он не говорит Об этом Мы должны Слушать Бога А не Боги Мы должны Руководствоваться Священным писанием И священным Преданием Церкви Бога Желога А не переменчивыми Влияниями И верниями Мира сего Который Всегда В истории Были для церкви Разрушительны Попытка Оспарить В церкви Единую власть Бога И поставленную Им Никого под Богом Не понимает Как только себя Единую власть Бога Да даже Андрей Посягает на Бога Волю Божию Мы знаем Только из этой книги Святой Библии Почему он сидит Библию в руки Не возьмет Я ее целую Он ее может быть Не знает совершенно И Бога Единую власть Как будто Андрей Оспаривает Или кто-то Это все Нагнетает он Придумывает Кто против Советской власти Иерархия Столь же абсурдна Как попытка Представить себе Что в царстве Божьем Будут партии Будут Те или иные Группы Влияния Будут люди Которые Ставят Андрей Это вырвался Из этой группы Из влияния Это вы остались Это вам Все к вам относится Ничего тут к Андрею Он не говорит У Андрея никаких групп нет Он вышел оттуда Он один Выброшенный на улицу В любом месте Где увольняют Там бывает За год вперед Депутат уходит Лужкову Сколько заплатили Пенсии 253 тысячи Андрей Не рубля Неужели он представляет Что Антихрист Что-то больше С ним может сделать Вот эти слова Может говорить Человек Не духом Божиим Заклейменный Я уж боюсь Дальше говорить Слишком-слишком Похоже Четко Нужно помнить Что же Мы рассмотрим У него Два пути Первый Очень простой Предписанный Необсвященным писанием Предписанный Христом Покаяться Извиниться Стать Новым человеком То есть Смысл такой Покорись нам Андрей Принеси покаяние Или же А мы не пахать будем Он говорит Они пахали Но не проводили Дильдинные борозы Это означает Мужеложники Чтобы его сзади заехали Вот что Псалмопевец-то говорит И он Вкладывает И другой смысл Как только Покорись Андрей Нам и все Он покаяние Перед Богом-то не знает Ему Заодно Вот это вот интервью Что он дает Или не интервью Это монолог Ему никогда не раскаются Такой шанс Все еще есть Потому что В жизни отца Андрея Была в небо Вдохновляющих Миссионерских Проповеднических Писательских Успехов И может быть Не потеряна Еще возможность Для того Чтобы вспомнив Свою первую любовь Ко Христу О чем он говорит В общем удивительный проповедник Вспомнить Первую любовь А имел ли ты ее Знаешь ли Андрей-то знает ли Про эту первую любовь Обратился ли сам Андрей еще Я о духовном рождении Андрея еще Беспокоюсь Если оно там Но он не вы Он другой Первая любовь Это один раз В Библии говорится Об этом Ее надо иметь Эту любовь И потерять И потом тосковать Вы нигде не показываете Эту любовь Это полное забвение Самого себя Вы дня не проживете В этой первой любви Вы сгорите В этой любви Вы ее не знаете Я могу сказать Я это испытал На корабле я был К утру весь караван кораблей Узнал что я уверовал За 23 года У вас этого не было Понять что Он это его церковь И в любви к ней Без мести Без шантажа Без злобы Можно восстановить Все духовно Чего я бы лично Как старая знакомая Своя другая Я плохо слышал Он говорит о мести О злобе Может быть он покаялся уже Прям говорит Так как хорошо Это только к нему Все относится Что я хотел Второй путь Это приложиться К тем Кто точно так же В свое время Объясняя Свои слова и действия Благими Разговорами Покинул церковь И стал его разрушать Вместе с ее Исконными недругами Мы помнили на этих людей Денисенко Ликомин Зубан Некоторые из них еще Упоминают Собственно некоторые Почти полностью Забыт Да не от этого зависит А в епископе Диомиде Он незаконно был Неизвержен Глеб Пьяхунин Незаконно Неизвержен Вы за них еще Отвечать будете Глеб Пьяхунин Семь лет отсидел Исповедник У него даже Недостойно Обувь чистить Над кем ты Измываешься Против кого язык Высовываешь Прелюбодеянное семя Когда-то О них говорили Как о героях Именно потому Что они Разделяли Церковь А потом О них стали Говорить с пенебрежением Или перестали Говорить вовсе Очень не хотелось бы Чтобы этот Перечень имен Ополнился Именем Протодиакона Андрея Кураева Путь К изменению Открыт Можем надеяться Что они Будут Отвергнут Ну вот и все Попросили Я Посмотрел Вот и ответил Другого тут Ничего нету Это говорит Человек Неверующий Тут ни одного Слова Ни движения Ничего нету Для них Библия Отсутствующая книга Христа Человек Совершенно не знает В таком положении Оставить человека Выброшенной И продолжать дальше Давить за какие-то слова Которые не против Бога Не против Библии Святой Андрея Нигей не говорит Не против церкви Христовой А вот что они Они себя Олицетворяют церковью Они не апостольские А апостольская церковь Только одна Григорияна Армянская Она так и называется Апостольская А остальные Только Произносят Они в названии Не имеют Это я вот Какой смысл имею Богу нашему Слава Спаси Христу